Здравствуйте, уважаемые подписчики, гости моего канала. В данном ролике я покажу, как я решил проблему с пусковыми токами на насосе. Насос мощностью 2 кВт, насос водолей, находится на глубине скважины, на глубине 70 метров, снабжает полностью наш дом водой. Значит, меня очень не устраивало то, что были постоянные пусковые токи большие и очень сильно нагружали инвертор. Значит, я решил поставить такой частотный регулятор. У этого частотного регулятора, значит, у него вход 220 вольт и выход 220 вольт. Ничего я не изменял в схеме насоса, все так, как было, так и осталось, подключил к частотному регулятору. Он установлен уже где-то примерно полтора года назад. Вот индикатор давления в системе, это датчик 4,20 мА. Значит, сейчас я включу насос, потребитель воды, и включится насос. Вы увидите, как это все работает. Подключен насос вот к этому инвертору, значит, Mass Solar PH 1800. Экран сейчас не показывает, потому что на нем вышел устрой дисплей. Просто горел-горел, и в один прекрасный момент потух. Значит, работает также с этой батареей, литий-ионной батареей. Я ее показывал в прошлом ролике, в котором снимал пробойлер. Батарея литий-ионная, 24 кВт в час. Сейчас включу нагрузку в виде воды. Открою кран, и вы увидите, как запустится, значит, наш частотный регулятор. Вот, я включил сейчас потребитель воды. Сейчас идет расход воды. Начнет сейчас падать давление. И вы увидите, как запускается частотный регулятор. Он плавно разгоняет насос и плавно его останавливает. Без всяких бросков по току. Вот, сейчас загорелась красная лампочка. Просто установлен гидроаккумулятор, поэтому давление еще не сильно быстро падает. Вот, сейчас буквально. Как раз вы видите, как он работает. Гидроаккумулятор хорошо справляется со своей задачей, потому что вода, в принципе, включена в полный кран. Я специально не прерываю запись, чтобы вы увидели, потому что сейчас будет интересно, как он начинает разгоняется и останавливается. Вот, смотрите, включился. И вот он плавно поднимает частоту, без всяких пусковых токов. И вот так же плавненько останавливается. Вы можете при этом наблюдать за манометром. Вот так вот я решил проблему, которая меня очень долго тревожила. Это именно спусковыми токами на насосе. Все плавненько работает. Плавненько запускается. Плавненько останавливается. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если понравилось видео. До свидания.